Сегодняшняя тема. Марина Викторовна, еще недавно к физиотерапии на Западе относились без особого доверия. Но последние десятилетия она стала очень популярным способом лечения. Почему? Да, когда я начинала работать, в Германии ученые писали, что магнитотерапия – это не лечение, а шарлатанство, а сейчас эта страна одна из первых поставщиков аппаратов для магнитотерапии. Во время стажировки в Америке, я была в пяти госпиталях, и только в одном из них обнаружила массажер, в другом – хороший бассейн с поднимающимся полом. В европейских медицинских учреждениях под физиотерапией чаще понимают нашу ЛФК, которая применяется в основном для восстановления двигательных функций после болезни. Впрочем, сегодня и ЛФК высокотехнологична, для лежачих больных используется роботизированная механотерапия. А современная аппаратная физиотерапия относится к передовым технологиям и используется в серьезных случаях. Сегодня она предоставляет врачам такие возможности, о которых еще лет 10 назад мы не мечтали. И мы не преувеличиваем, когда говорим, что грамотная физиотерапия способна помочь человеку избежать болезни, вовремя занявшись профилактикой, и обеспечит долгую и здоровую жизнь. Но физиотерапия – это ведь не только аппаратные технологии, но и любое немедикаментозное лечение, если исходить из названия этого метода – физис-природа, терапия, лечение. Действительно, то, что мы подразумеваем под физиотерапией – это воздействие природными факторами, движение, температура, ультразвук, токи, магнитные поля, водные процедуры, солнечный свет, еще наши предки знали об их исцеляющих возможностях. В аппаратах как раз и используется их влияние на организм человека. От того, что мы имеем в природе, оно отличается дозировкой и направленностью. ЛФК, иглотерапию, герудотерапию, мануальную терапию тоже можно причислить к физиотерапии. Хотя бы потому, что это тоже безмедикаментозные методы лечения. Если у пациента установлен диагноз, и он лечится у узкого специалиста, скажем, невролога. Кто должен назначать физиотерапевтическое лечение? Безусловно, физиотерапевт. Он должен быть специалистом в самых разных направлениях медицины, знать все обо всех заболеваниях и об их сочетаниях, ориентироваться в современных методах их лечения, чтобы взаимодействовать с лечащими врачами своих пациентов. И он, ориентируясь в самых эффективных методах физиотерапии, должен назначить комплекс процедур, необходимый для лечения как основного заболевания, так и сопутствующих. Лечащий врач назначает лекарства, химию. А в организме человека все процессы протекают не только по химическим, но и по физическим законам. Принимая лекарства, мы воздействуем на биохимические процессы, причем не конкретного органа, который требует лечения, а через кровоток, всего организма. Используя физические силы мы воздействуем на биофизику, восстанавливая баланс в организме человека, ведь биохимия и биофизика по сути, две стороны одного процесса. О физиотерапии часто говорят, что с ее помощью можно справиться с любой болезнью без лекарств, в определенных ситуациях можно. Физические методы восстанавливают нарушенные процессы параллельно во всех органах и системах, запускают механизмы саморегуляции таким образом, что организм сам справляется с возникшей проблемой. Но к врачам, к сожалению, чаще обращаются, когда без лекарств решить ее невозможно. Но и тут физиотерапия приходит на помощь, чтобы сократить количество препаратов. Человек принимает таблетку или ему делают укол. Физиотерапевт накладывает по специальной схеме электроды и включает ток, собирая весь препарат под электродами так, что он работает только в определенной зоне. Это значит, что мы уменьшаем дозу лекарства и не распространяем его влияние на весь организм. Более того, сегодня мы можем ограничить и физиотерапевтическое воздействие, это важно, если у пациента есть противопоказания к применению того или иного метода. Еще лет 10 назад мы пользовались в основном отечественными приборами для физиотерапии, сегодня в основном закупаем их за рубежом. Почему? Не совсем так. Закупаются и отечественные приборы, которых нет за рубежом. Например, приборы для лечения лазером, у них больше модификаций длин волн, частоты их сочетаний, плотность потока мощности, большая площадь воздействия. Процедуры абдоминальной декомпрессии, метод, изобретенный нашими учеными, тоже можно проводить только на отечественных аппаратах. А этот метод используется не только в лечении широкого спектра урологических, гинекологических, гастроэнтерологических, сосудистых заболеваний, но и для избавления от целлюлита и лишнего веса, детоксикации организма. Другое дело, что зарубежная техника быстрее совершенствуется, новое поколение физиотерапевтических аппаратов позволяет решать даже очень сложные проблемы абсолютно безопасно. Например, сегодня мы можем предотвратить возникновение грыжи межпозвонковых дисков и даже, втянуть, уже появившиеся, до 3 мм, в любом отделе позвоночника и при этом укрепить мышечный корсет с помощью японской тракционной системы, трактайзер. Процедуры на этом аппарате совершенно безопасны, что для вытяжения позвоночника едва ли не самое важное. Но несмотря на небывалые прежде способности чудо-приборов, нельзя сказать, что какой-то аппарат окончательно решает какую-то проблему, это возможно лишь в комплексном применении физиотерапевтических и других методов. И прежде чем назначить процедуры, врач должен иметь полное представление о состоянии здоровья пациента. Значит ли это, что человек не может прийти в отделение физиотерапии и попросить назначить ему курс процедур на определенном аппарате? У физиотерапии, как у любого другого вида лечения есть показания и противопоказания. Например, женщина приходит лечить радикулит, а у нее фибромиома, значит, надо выбрать такое лечение, которое не усугубит ситуацию с одной стороны, а с другой поможет справиться и с этой патологией. Или нам надо лечить тот же дискогенный радикулит, а пациент страдает и варикозной болезнью, физиотерапевт подбирает такой курс лечения, который поможет справиться и с этой болезнью. Отличие физиотерапии от медикаментозных методов, прежде всего в том, что принимая лекарства, мы, как говорится, одно лечим, другое калечим, а в грамотно подобранном курсе физиотерапевтического лечения, наоборот, мы лечим и одно, и другое, и третье одновременно. И это благодаря возможностям, которыми владеет современная физиотерапия. Например, токов сегодня около 150 разновидностей. Все параметры, сила, частота, направленность, форма, скважность импульсов, можно подобрать для решения конкретной проблемы, будь то стимуляции нервов, периферических мышц и внутренних органов, или стимуляции собственного гормонального фона. Однако получается, что мы обращаемся к физиотерапии, когда проблема уже появилась и надо с ней бороться. А ведь всегда считалось, что именно она способна предупредить развитие болезни, оказать общие оздоравливающие действия. Знаете, еще 10 лет назад мы очень спешили жить, и врачи видели, как небрежно люди относились к своему здоровью. Года три назад ситуация изменилась, люди задумались о своем здоровье, правда, очень своеобразно, обследовались, обнаруживали проблемы, но выясняли, что завтра из-за них не умрут, и уходили. Теперь, к счастью, ситуация другая. Человек узнает о своих существующих или потенциальных проблемах и чтобы предотвратить их развитие, обращается как раз к физиотерапевтическим методам. И это тот случай, когда и курс лечения сокращается, и эффективность его значительно выше. Но есть и такие ситуации, когда между лечением и профилактикой можно поставить знак равенства. Например, если речь идет о снижении веса. Что это значит? Дело в том, что лишний вес в любом случае, сугубо медицинская проблема. Даже если человека, просто, наевшего, лишние килограммы, еще ничего не беспокоит, возросшая нагрузка на сердце, гормональную систему, позвоночник рано или поздно проявится. Снижая вес, мы занимаемся либо профилактикой этих будущих проблем, либо, если они уже есть, параллельно, их лечением. И именно поэтому худеть надо под контролем врачей, иначе, человек рискует заполучить еще большее количество проблем. Самый простой пример, человек снижает вес, теряет много жировой ткани, равномерно распределенной в организме. Когда привычное организму соотношение между тканями меняется, внутренние органы опускаются, страдает позвоночник. Поэтому в процессе похудения параллельно надо подтягивать не только кожу, но и внутренние ткани, обязательно укреплять мышечный корсет позвоночника, чтобы он держался не за счет жира, а за счет мышц. Многие питают иллюзии, что они начнут заниматься фитнесом и похудеют. Этот путь хорош для молодых и здоровых. Для человека с проблемами занятия должны стать вторым этапом в процессе похудения. Сначала надо выстроить правильное соотношение тканей, мышечной, костной, жира, воды, наладить в организме нормальный обмен веществ. Кроме того, мы ведь не вынимаем жир из организма, как при липосакции. Разложившийся в процессе липолиза жир должен выйти через кавернозное русло и через детоксикационные органы, почки, печень, и оставить их здоровыми. Это невозможно без грамотного обследования, анализа и расчета максимально возможного избавления от излишков жировой ткани с помощью диетологии и индивидуально подобранных физиопроцедур. Каждая из них должна проводиться в свою фазу подготовка, активное избавление от жировых накоплений, завершение, поддержание веса. Какие аппараты используются для похудения? Чаще всего LPG пока во всем мире нет лучшего аппарата для моделирования фигуры. Жировая масса часто выглядит, как губка, особенно в фазе набора веса в ней много воды. Чтобы наладить полноценный отток, назначается абдоминальная декомпрессия. По показаниям используем термические факторы, диапазон применяемых температур от плюс 50 градусов до минус 180. Тепло, в виде общего воздействия, в альфа-капсуле, с одновременным использованием таласотерапии, в виде местного, для уменьшения локальных жировых отложений. Холод, общая криотерапия, в которой применяются разные схемы коротких воздействий от минус 140 до минус 180 градусов. Для создания мышечного корсета позвоночника самый эффективный аппарат Хубер. Перечислять можно долго, важно другое, правильное и своевременное применение физиотерапевтических методов. Ирина Боглякова.